Здравия желаю, многоуважаемые! Вы находитесь на канале ПРО. Это шестой обзор Свимбургского метрополитена. И сегодня я вам покажу полностью пятую линию моего метро, то есть кольцовую, то есть пурпурную. Погнали! Начинать я буду на станции Парковая. Эта станция является переходом на вторую линию, тут наземный переход на станцию Центральный парк культуры и отдыха. Поеду я по часовой стрелке, то есть туда вот. Давайте поставим вагонетку и настроим информатор. Станция, в принципе, довольно красивая. Это тут получается полоса в цвет линии, пол зеленый, один ряд колонн. Станция, в принципе, односвочатая, но с колоннами все равно. Ну и в колоннах такой прикольненький довольно свет. Так, выход, в принципе, здесь особо ничего нет на выходе. То есть тут как бы Центральный парк культуры и отдыха есть, логично. Трамвай, кассы, ну и там дома некоторые есть. И это вот там вот идет синяя линия. То есть вторая. Ну а мы, получается, на пятой, на пурпурной, на кольцевой. Да-да, ребята. Едем. Настраиваем информатор. Информатор готов к работе. Направление движения парковое-парковое. Да-да, именно так. Поехали. Кстати, это впервые, когда у меня информатор, типа, настраивается от одной станции до этой же станции. Прикольно, в принципе, я считаю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Ульяновская. Ой, блин. Чё так громко? Алло, чел. Вот так. Вот. Едем мы на следующую станцию. Следующая станция, как вы уже поняли, это Ульяновская. Да-да. Недавно вы, конечно, видели это во взоры Торфоболотной, если вы его смотрели. Хотя, наверное, смотрели, потому что там больше двухста просмотров. Но, в принципе, эти некоторые станции вы уже видели недавно. Ульяновская? Станция Ульяновская довольно красивая. Выполнена она в цветах, которые используются на гербе Ульяновска. Эта станция, в принципе, мне довольно нравится. Она бы вошла в десятку лучших станций моего метро, если бы я такое снимал. Но я не какой-то там попсовый плохой чел, я настоящий рокер. Вот. Данная станция довольно красивая, мне нравится. Вот, как я уже сказал. Ульяновская. Одна свод. Такие вот огромные фонтаны. Здесь у нас две кассы. И станция эта открыта 12 августа 2021 года. В принципе, прикольная довольно станция. Да, я это уже сказал четвертый раз. Тут меняются дома. Вот. Идем обратно. Кассы две. И здесь, конечно, вот это вот то, что бьешься от потолок, конечно, не прикольно. Может, когда-нибудь поменяю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция имени Янкера. Следующая станция имени Янкера. Она мне очень нравится, как по мне. Очень нравится, как по мне. Гениальное высказывание. Да, эта станция мне довольно нравится. Янкерская. Ну, в смысле имени Янкера. Но она, в принципе, довольно старая. Потому что она построилась здесь, ну, относительно недавно. А ее конца был создан еще, когда не было Сунинбургского метро, насколько я помню. Имени Янкера. Та-дам! Имени Янкера. Станция трехсвотчатая, пилонного типа. Тут все прикольно. Правда, есть тут ошибочка. Тут три блока средний зал. Это довольно мало. Потому что боковые здесь, получается, шесть. А этот три. Что-то странно. Немного. Мне нравится вот эта штука. То есть здесь с обоих сторон путей есть блоки. Ну, в смысле, и вот тут. То есть и за путями, и перед путями платформы. Она писянкер огромная. Выход, в принципе, довольно стандартный. Хотя довольно широкий. Тут, получается, четыре эскалатора. Шесть кассаж. Не знаю, зачем тут шесть кассаж. Но здесь их шесть. Ну, верх... Хотя верх выхода, ну, в принципе... Ну, для того времени... А именно, когда она там вышла в конце августа... Этот выход строился. В принципе, для того времени, наверное, довольно прикольно. Сейчас я, конечно же, получше постараюсь делать. Вот. Но не всегда получается. Так, станция эта открыта 13 августа. Так же, как и Ульяновская. Едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Молдаванская. Да-да. Перегон очень маленький. И... Молдаванская. Да-да, ребят, станция Молдаванская. Как я уже говорил в обзоре Торфоболотной, эта станция мне не очень нравится. Выполнена она в цветах флага Молдовы. Да, конечно же, фоточку я его приложу, если вам надо. Ну, единственное, что эту станцию спасает, это, конечно же, выход по центру. Потому что все остальное здесь ужасно. Четыре... Ой, стоп. Две кассы, да? Ошибся немного. Ну, и вот этот вот ужасный выход с долбежкой об потолок. Пятая линия Молдаванская. На этой станции, насколько я понимаю, не написано, когда она открыта. Хотя, может, я слепой. Не, я не слепой. Тут не написано, правда. Едем дальше. Что? Едем. Алло. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Дольжская. Да-да, ребята. Дольжская, переход на станцию Александрийская к поездам третьей линии. Вот. Кстати, станция Александрийская мне с текстурпаком довольно нравится. Вот, да. В принципе, с текстурпаком она выглядит еще лучше, чем изначально было. Возможно, кстати, скоро я ее перестрою и добавлю еще два блока вот тут вот. Ну, то есть, вот сюда вот и тут, с той стороны. Потому что, ну, чтобы она получше была. Приглашаем на работу, конечно же. Две кассы, два автомата по продаже жетонов. Но, конечно же, системная ошибка. Необходимо перезагрузка. Выход здесь общий. На станции Александрийская, на станции Дольжская. Вот. Вот так вот, собственно, выглядят таблички здесь. Ну, в принципе, стандартный довольно выход. Правда, здесь вот такая вот... Не очень интересный прикольчик. Обрубленное дерево. Давайте его починим. А что это такое? Не знаю, что это такое. Может, это я сделал. Может, это так сгенерировалось. Но если это сгенерировалось, то довольно прикольно. Давайте я это заскриню. Вот. Может... Ну, не, на превьюшку этого видео я это спаунить не... Ой, ставить не буду. Может, на втором канале на какое-то видео поставлю. Да, кстати, подписывайтесь на второй канал. Там теперь выходит видео. Всякие странные относительно. Вот. Канал Эрика. Ссылка в описании. Первая или вторая ссылка. Не знаю. Да-да, ребята. Идем дальше. Едем дальше, точнее. А не идем. Ну, и идем, и едем, в принципе. Станция Дольщика, кстати, открыта 14 июля. Довольно давно уже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция дневная. Следующую станцию вы тоже видели на... Этом... Как его называют? На обзоре Торфоболотной. Дневная. Да-да, ребята, станция дневная. Довольно прикольная станция. Правда, копия ночной. А ночная была придумана еще давно. Поэтому, как бы, у этой станции очень старый дизайн. Но, в принципе, ладно, нормально. Два автомата по прожжу жетонов. Там, где есть жетоны настоящие. Кстати, с текстурпаком они выглядят... Прикольненько. Как будто бы несколько монет посередине, типа, какой-то веревкой связаны. Вот. Да, тут цены никак не меняются. Ну, конечно, сейчас уже пишется на месяц цена. То есть, 1750 рублей. Дневная, пятая линия. Да-да. Едем, едем. Та-дам. И идем. Осторожно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция яблочная. Следующая станция будет последняя, которую вы видели на обзоре Торфоболотной. Все остальные вы видели в обзорах участков кольцевой линии. Ну, и датскую вы видели в обзоре датской. Кстати, когда я приеду на датскую, расскажу вам прикольную идею. Да-да. Так-так. Подъезжаем. Яблочная. Кросс-платформенная пересадка к поездам четвертой линии. Да. Переход. Кросс-платформенная пересадка к поездам желтой линии. Тут все станции указаны. Да. Довольно много на кольцевой линии станции, в принципе. И пересадка... Но больше всего эта линия славится как бы ее пересадкой. Потому что тут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть пересадок. Довольно много, если что. Ну, к шплатформенной пересадке. Тут желтая линия до станции Торфоболу. Ой, до какой Торфоболу? Тут до станции Евгешгейпс можно доехать. Здесь у нас такой переход в другой зал. Здесь у нас желтая линия до станции не имени Эрна Рубика, а до станции Лучинская. Так, давайте починю. Лучинское. Готово. Так, ну а здесь кольцевая линия. Да. С другого пути. Тут вот один выход на всю эту большую станцию. Два автоматопражных жетонов и две кассы. Выход довольно прикольный. Цветастый такой, мне нравится. Да. И форма, в принципе, у нее прикольная довольно. Да, вот так попрыгаем и пойдем дальше. Ну что ж, мы продолжаем. Следующие станции вы уже видели довольно давно. Кстати, станция Яблочная открыта 11 июля 2021 года. Уже 2022, кстати, если вы не знали. С 2015 года прошло 7 лет. Прикол. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Полянка 2. Следующая станция. Между прочим, если вы не знали, Полянка 2. Да-да. Кстати, не очень красивая станция. Мне как Полянка 2, так и Полянка 1 не очень нравится. Напишите в комментариях, кстати, самую... Ээээ, сейчас. Полянка 2, переход на станцию. Полянка к поездам первой линии. Напишите в комментариях станцию, которая вам больше всего нравится на кольцевой линии. Я все комментарии, если что, читаю. А это у нас, получается, стрелка на ССВ. Вот. По центру станции переход. Своего выхода из станции не имеет, он тут общий как бы. Полянка 2, в принципе, станция... Ну, для прошлого метро она бы, конечно, была еще крутая. Но для этого метро она уже как бы... Ну, типичная такая станция начала свимберсового метрополитара. Мне кажется, ее можно улучшить. Вот эти вот блоки заменить, типа, на кварц. И здесь сделать такой крутой потолок, типа, из вот так вот, типа, сделать. Ну, из полублоков, но вот так вот, короче, сделать. Тогда было бы еще покруче, если бы еще колонны сделать в центре. Тогда было бы вообще круто. Но пока, как бы, не очень крутая станция. Переход на полянку 1. Эта станция, кстати, открыта, между прочим, седьмого... Ой, какого седьмого? Третьего июля. Вот, да. Выход. Тут полянка 2, пятой линии. Тут тоже стрелка на ССВ. И это у нас, получается, станция полянка красной линии. Кстати, смотрите обзор... Вторичный обзор красной линии. Там эта станция, конечно же, была. Там были все станции красной линии. Выход я, конечно же, вам покажу. Но вы его видели еще 11 января 2021 года. Да-да. Здесь, кстати, обитают куры. Где куры? А, вот куры, собственно. Вот так вот выглядит типичная кура. Если вы не знали. Да-да. А, не, вот типичная. Это не типичная. Вот типичная кура. Вот так вот, собственно, она и выглядит. Если что, я просто забыл, как эти мобы называются. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А то я забыл. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки. И подписки тоже. Потому что до 300 подписчиков осталось 3 или 2 человек. Идем. Поднимаемся. Поднимаемся. И информатора говорим. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция датская. Да-да, ребят, следующая станция является самой новой на кольцевой линии. Это станция датская. Тем временем, запись идет 13 минут. Довольно длинный будет видос. Да-да, ребят. Станция датская. Планировалась еще в прошлом метро. Но прошлое метро, как бы... Ну, я вам ее не успел показать. У меня остались фотки, как бы. Но они точно так... Ну, как бы, та станция была точно такая же, как и эта. Поэтому, как бы, это особо неинтересно. Датская. Да-да, ребята. Станция датская. Этому дизайну, между прочим, если вы не знали, больше двух лет. Хотя нет, почти два года этому дизайну. Вот. Правда, в прошлом метро она планировалась на блок уже. И в ней не было вот этих вот сидушек. Но, в принципе, основной дизайн, он придуман был тогда и никак не поменялся. Ну, кнопки, конечно, поставились. Эта станция, между прочим, отреконструирована 20 сентября 2021 года. Довольно давно. Хотя, ну, нормально. Две кассы. И что я вам хотел рассказать. Я хочу, короче, тупо здесь. Вот там у нас станция Микцево. Там у нас станция Полянка-2. Я хочу сделать здесь микрорайон. Типа, вот тут будет улица, вон там будет улица. И в итоге это все будет подходить вот к такой площади. Я хочу сделать микрорайон. Тут дома поставить. Ну, как на Парковой, короче. Правда, на Парковой я до сих пор не достроил это. А здесь планирую достроить. Хотя у меня много чего в планах. У меня и на Шептолесе в планах дома были. Что-то планы пока не реализуем мы. Едем дальше. Информатор, в принципе, можешь начинать говорить. Ой, багнутые карты уберите, пожалуйста. Спасибо. Как убрать? Спасибо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция глубокая. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Да-да, ребята. У меня, кстати, уже много блоков собралось тут разных. Кстати, скин машиниста Украинской железной дороги. Там, кстати, алмазы были. И... Глубокая переход на станцию поражения поездам третьей линии. Да-да, ребята, станция. Глубокая переход на станцию поражения. Станция эта мне довольно нравится. Не только мне. Вот, не только мне, но она мне нравится. Она указана вот такими вот картинами. Это типа постеры всякие там. Но не рекламные, а типа просто с картинками всякими. Вот. Здесь есть фонтаны. Довольно популярная фича на моих станциях. Датская полянка 2 яблочная. Сладкая партизанская бурнаковская. И здесь тоже самое написано. Да-да. Яблочная ф. Здесь написано, правда. Это ошибка. Но это специально, чтобы вы мне написали, что это ошибка. Выход. Выход вниз и вверх. А станция эта открыта 25-го. Получается 0-6-го. И здесь у нас пункт полиции и станция поражения. Оставлю, конечно же, подсказку на станцию поражения. На обзор этой станции. Скоростной обзор. Станция, кстати, поражения мне довольно нравится. Строил я ее, если что, на стриме. Он вроде был с лосяшем, что-то такое. Вот, станция глубокая. Тут выход, переход. Ну, в смысле, выход и вход. Здесь у нас нет кассы, зато есть, получается, турникеты. Ой, котлован поражения не зарыт. Ну, кстати, смотрите, какой тут котлован. Огромный, между прочим. Что-то реально огромный какой-то. Ну, тут до шестой высоты, как бы. Капец. Так глубоко. Ну, что ж, а мы, получается, сейчас поедем дальше. Да-да, ребята. Вниз. Спускаемся. Да-да, ребята. Спускаемся. Вот-вот. Кстати, с текстурпаком этим так красиво выглядит магма. Реально. Как будто какие-то бобы жарятся. Или тушатся. Если типа какой-то томатный соус, и в нем какие-то бобы или котлеты. Прикольненько, в принципе. А песок-душ? Ну, тоже, в принципе, прикольный. Правда, я не хочу подниматься. А да-да, поехали дальше. От чего-то я отвлекаюсь. Так, обзор будет и так полчаса. Если я буду еще на каждой минуте отвлекаться, тогда будет 40 минут. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция сладкая. Кстати, конечно же, в конце этого видео будет ускорялочка. Решил, теперь буду ускорялочки делать. Это, конечно, не моя идея, но... Кто мне запрещает их делать? Как бы, Ярик использует их. Этот, как его называют? Ародескаль, как его там, тоже использует их. Значит, и мне можно. Ой-ой-ой, сейчас больно было, наверное, ушам. Простите, пожалуйста. Ух. А мы едем, перегон тут довольно большой. И мы поднимаемся до нормальной высоты. Сладкая. Да-да, ребята, станция сладкая. Довольно красивая станция. И не менее красиво здесь выглядит вот это вот зеркало. Оно прям реально топовое. Еще есть текстурпак, и оно выглядит вообще просто идеально. Да, получается, здесь у нас есть вот такие вот указатели, кстати. Они, кстати, на многих станциях были. Я на них не обращал внимания. Станция открыта 23-го 06-го. А 06-ое, если вы не знали, это у нас как бы июнь. Первый месяц лета. 4-е касси. Вот. Ну и тут еще жители есть. Причем почему-то довольно много, я не знаю почему. Ну и, конечно же, здесь есть вот такое вот животное. Это у нас коза. Да-да, ребята, коза. Получается, там у нас, хоть и лес горит. Ой-ой-ой, что там происходит? Что это такое? У-у-у, пожар в лесу. Пожар в лесу. Что делать? Боже, ужас, 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 ужас. Ай, минус лес. Вот, да. Починю сейчас лес этот и продолжу. Блин, придется это сурбить, потому что, чтобы она не загорелась дальше. Конечно, жалко лес. Без этого, без листвы осталось дерево. Да, кстати, если мы наберем на этом видосе 20 лайков, то тогда я выпущу отдельное, часовое видео, там, где я буду спасать этот лес. Надеюсь, вы их наберете, потому что я бы хотел спасти этот лес. Не знаю, как вы, но давайте наберем. Ну, конечно же, я этот видос, скорее всего, выпущу на втором канале. Да-да. Ссылка, кстати, на него в описании. Что-то слишком много само-пиара в этом видосе. Эта станция сладкая, кстати, называется. Я просто забыл это сказать, наверное. Едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция партизанская. Следующая станция партизанская. И я вам так скажу, то, что она намного уродливее, чем станция партизанская в реальной жизни. Вот. Но, как бы, я вообще планирую ее перестроить. Вот. Если вы хотите перестройки станции партизанская, то пишите в комментариях, ну и, конечно же, ставьте лайки. Да-да, ребят. Ну и подписывайтесь на канал, там, на этот канал, на канал Рика. Партизанская. Станция партизанская. Единственная трехпутная станция в моем метрополитене. Уродливая, конечно, но... Да. Мне кажется, даже станция шахтерская из прошлого метро выглядела лучше. Да-да, ребят. Кстати, приложу подсказку. Станцию эту. Да, станцию эту. Хорошее обозначение. Станцию шахтерскую я скинул вам. Так, автомат по продаже жетонов. Вот так, две кассы, две автомата. Не-не, не оружие, если что. Ютуб не баня, фейк ган, фейк ган. Вот, если что, это как бы автомат по продаже жетонов. Там у нас болото. И, в принципе, до конца этой линии кольцевой осталось совсем немножечко. Да-да, ребятки. Но еще на этой линии, между прочим, два допо. Их тоже надо показывать. Как и на красной линии, между прочим, два допо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, Гурнаковская. Едем-едем в соседнее село, на дискотеку. Давайте я очищу инвентарь, а то меня бесит вот эта вот грязь. Все, готово. Здесь у нас какие-то блоки. Я не знаю, что это такое, но какие-то блоки здесь есть, определенно. Бурнаковская. Станция Бурнаковская, между прочим. Да? Станция открыта 11 июня. И это являлось первой станцией первого участка кольцевой линии. Ой, подождите. Какая первая? Первая же была Штолития. Это вторая была, точно. Это была вторая станция кольцевой линии, которая была построена. Здесь есть указатели всех станций. Пионерская, Космическая, Штолития, Парковая, Ульяновская, имени Янкера. Молдаванская, Дольческая, Дневная, Яблочная, Полянка-2, Датская, Глубокая, Сладкая. Партизанская. Ну и, конечно же, сама эта Бурнаковская уже здесь не указана. Переводчик. Ой, какой переводчик? Перевод стрелки на ССВ. Здесь у нас вторая линия, получается, да? Туда Бурнаковская 5, туда Буревестник 2 линии. Приглашаем на работу, конечно же, да? Фейковый номер, кстати, можете даже не звонить. Я не знаю, что это по номеру. Может быть, там какая-то доставка пиццы, я не знаю. Можете попробовать позвонить, но я вам не советую. Вдруг вам еще вирусы какие-то придут. Туда Калище, чтобы как-то... Чего? Я это починю, пожалуй. Вы этого не видели, как бы. Конечно же, Грибной. Остров. Остров. Сюда вот. Ну и, конечно же, Крахмальная. Прямо. Здесь здесь прямо. Как прямо сделать? Алло. Как сделать стрелку вверх? А, вот так, да? Все, готово. Готово. Такс, идем сюда. Да-да, ребят, садимся и идем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Пионерская. Да-да, ребятки. Перегон тут не очень большой, но перегон уже после этой станции будет огромным. После следующей, я имею ввиду. Да-да. Пионерская. Станция Пионерская. Между прочим, такая станция есть и в Москве, и в Питере, и вообще много где. Открыта она 15 июня. Между прочим. Но эта станция построена по фоткам станции Пионерская в Питерском метрополитане. Фоточка, конечно же, прикложена. Да-да, ребят, прикложена. Есть такое слово, если вы не знали. Две кассы, два автомата по продаже жетонов. Выход, в принципе, довольно стандартный. И в прошлом метро... Ну, хотя в прошлом метро он был ниже, да? Как в прошлом метро есть только на двух станциях. Это на первой и на, получается, болотной, да, или как она там называется. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Космическая. Да-да, ребята, едем дальше. Довольно длинненький обзор. Около получаса он будет. Потому что еще ускорялка. Плюс эта часть на данный момент для меня длится 25 с половиной минут. Едем-едем. Почти приехали. Кстати, на станции космической находится самый большой перегон на Сверсовом Метрополитании. Ой, какой перегон? Ну да, перегон тоже. Между космической и пионерской. Самый длинный перегон, насколько я понимаю. Насколько я знаю, насколько я помню. Ну и самая большая пересадка. Сразу три станции в одном месте. Прикиньте. Где вы еще такое увидите, кроме Москвы? И у меня. Космическая переход на станцию Московская к поездам первой линии и на станцию Космическая. Да-да, ребята, станция Космическая. Все станции указаны здесь. Подождите, пожалуйста. Все, теперь все в порядке, да. Станция Космическая должна была быть красивее, но получилось вот так. Как у меня часто бывает. 14 июня она, между прочим, открыта. Была, между прочим, третья станция Синверсио-Метрополитена, находящаяся на кольцевой линии. Четыре кассы. Ну и, конечно же, пересадочка. Тут сразу три линии. Это первая, шестая и пятая. И здесь, кстати, довольно много касс получается. Здесь два автомата продажа жетонов. Там четыре кассы. Еще здесь две кассы. То есть, билеты точные будут всегда. Кассы-типет офис. Ну, это как бы шестая линия. Это спойлер как бы будет. Но вообще, шестая линия в феврале выйдет. В середине февраля где-то примерно. Садимся и будем ехать. Садимся и... Осторожно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, что ли, те? Мы поднимаемся на единственную эстакаду Синверсио-Метрополитена. Ну да, ребята, вот такая вот эстакада. В принципе, довольно прикольная. Почему единственная, если прям рядом здесь линия Л1 есть? Не важно, короче. Единственная кольцевая линия, я хотел сказать. Здесь у нас есть схема огромнейшая. Ну и, конечно же, да, станция Шталити. Мы ее уже видим, но и выход станции первая. Да-да, ребята. Подъезжаем. Что ли, те переход на станцию первая к поездам первой линии? Ну и с этой станции началась вся кольцевая линия. Открыта она 12.06. Да-да, ребята. Вот тут вот, собственно, есть вагонеточки. Оборотный тупик здесь есть, точнее. Они вагонеточки, но вагонеточки тоже есть. Станция, в принципе, довольно красивая. Давайте я ее зафоткаю. Почему бы и нет? Да-да. Правда, на скриншоте совсем другая станция. Правда, я не знаю пока какая. Ну и здесь у нас видна схема. Собственно, вот эта линия обозначена как просто кольцевая. Вот есть еще тут название, можно посмотреть. Западная, дальнезападная линия Легкого метро 2. И линия кольцевая выглядит на схеме примерно вот таким вот образом. Давайте я вам ее покажу. Собственно, вот Шталетти, Парковая, Ульяновская, имени Янкер и Депо ТЧ-5. Молдаванская, Дольжская, Дневная, Яблочная, Полянка 2, Датская, Глубокая, Сладкая, Партизанская, Бурнаковская, Пионерская, Космическая. Ну и потом идет заново Шталетти. А, и как бы вторая дополка тут есть. На самом деле, которая четвертая, глубокая, 8 канав. Всего 16 канав на этой линии получается. Вот. Схема, кстати, уже огромная выглядит. Намного больше, чем в первом метро, хотя линий меньше. Но станции, допустим, на красной линии там было вроде 15, станции тут 26. Синяя линия тоже здесь огромная, там была мега маленькой. Ну и как бы зеленая линия тоже тут какая-то. Ну она здесь, конечно, странная, и она почти кольцевая. Ну то есть, если вот тут станции несколько построить, уже будет кольцо. Кстати, реально, красная линия такая большая? Серьезно? Как я так мог построить много? Один, между прочим, я никогда не строю с кем-то. В отличие от некоторых людей, которых я упоминать в своем видео не буду, потому что как бы, ну, пиар будет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция парковая. И этот перегон последний. И после этого мы вернемся на станцию пионерской, которую вы видели в самом начале этого видео. Ой, какая пионерская? Че я несу? Парковая. Топ смешной мем. Да-да, ребят. Я бы вставил мем, замечательно, поразительно, гениально, но я его уже вставлял в два или в три видео. У меня вообще-то, я вообще-то накачал себе кучу мемов, но я их никогда не использую почти. Жалко, да, правда? Подъезжаем. Хотя что подъезжаем? Это половина перегона только. Опять скрин, жмем. Ржака 2020. Два. Молодец, садись, два. Ну что ж, и мы подъезжаем. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. Поезд прибыл на конечную станцию парковая. Наземный переход на станцию церкви. И что ж, вся кольцевая линия была обозрена. Осталось только два ДПО и, собственно, ускорялочка. И прямо сейчас я выйду на то же место, там, где начинался этот обзор. И буду говорить свою гениальнейшую фразу. А именно, спасибо огромное вам за просмотр. С вами был ПРО. Это был обзор кольцевой линии с Винбургского метрополитена. Всем удачи, до новых встреч и всем пока. Боу. Реально топ. Прощание, да. Прыжок. Ладно, пока, короче. Ребят, прикиньте, мало того, что мне пришлось второй раз объезжать все кольцо. Мне, короче, пришлось делать это два раза. Потому что у меня не записалось. Ну и как бы я приехал сейчас на станцию имени Янкера. Для того, чтобы вам уже после того, как я попрощался, показать ДПО. Гениально, правда? Я уже попрощался, но все равно видео продолжается. Идем, да. В смысле? Че остановился, алло, чел? Едем дальше. Да-да. Поднимаемся, выезжаем. И вот ДПО ТЧ-5 Янкерское. Вообще, было бы логично показать сначала четвертое ДПО, потом пятое. Но я сделаю по-другому. ДПО, в принципе, довольно стандартный. Такое могло быть и в прошлом метрополитене. Стандартная вот такая буковка, конечно же. Ну и вот эта вот система с этими... Кстати, можно здесь пасхалку какую-нибудь сделан, допустим. Давайте я даже знаю, что я здесь напишу. Такс. Пишем здесь, получается. Пишем здесь, получается. Вот. Текс. Подождите. Вот. Про. Топ. Подожди, тут букву О не поместится, но и ладно, не важно. ТО. Пух. Конечно, никто так слова не переносит, но не важно. ТОП. КА. Подожди, стоп. КА. МММ. А. Л. Если что, про топ канал. Ну да, ребят. Опять же тяну, хотя я уже попрощался и так, но я все равно тяну время. Тяну резину за хвост. Как так можно? Так, все, я беру вагонетку и еду до ДПО, получается, глубокого. Пока. Ну, как бы еще раз. Что ж, ребят, я и так поздоровался. Ой, попрощался уже два раза. Но еще раз привет. Нет, я попрощаюсь еще и третий раз. Я наконец-таки доехал до станции Глубокая, сейчас буду заезжать в ДПО. Все стрелки я заранее переводил, надеюсь. Если нет, то будет, конечно, не очень крутая ситуация. Надеюсь, я все перевел. Так, здесь переведено. Да-да, все готово. И мы заезжаем. ДПО Глубокая, между прочим, единственное подземное ДПО у меня в метро. И оно как-то очень странно выглядит, потому что оно, как бы, ну, оно нереалистично. Оно выглядит вот так вот. Это, конечно, это ДПО в стиле какого-то Янкера или какого-то этого, как его называют. Ну, вы поняли, короче. Ну, да, вот. Ну, чел такого, короче. На А вроде называется название канала. Напишите в комментариях, а то я забыл просто. Напишите, спасибо, пожалуйста. Да, ДПО-4 Глубокая. Тут у нас куча жителей по какой-то причине. Я не знаю, что они здесь делают. Ну, и, в принципе, уже сейчас я третий раз уже полностью нормально поздороваюсь. С вами был ПРО. Это был обзор кольцевой линии свитбургского метрополитена. Сейчас вы увидите искорялочку. С вами был ПРО, да. Повторяю еще раз. Стоп просто прощания. Вот. И заканчиваю я, между прочим, это видео на станции Поражение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно. Ну, и пишите комментарии, конечно же. Пишите, какая вам станция на этой линии больше всего понравилась. Всем удачи. Ну, и, конечно же. Бум. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok